Сегодня полночи сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Орджоникидзовского РУВД косили траву, опиумный мак, сырье для наркотиков. Осень, время урожая для наркоманов. Ну просто его заваривать, пить. Не кого-то, а заваривать и пить. Еще четыре дня назад милиция получила оперативную информацию. Есть делянка на Уралмаш и плантация крупных размеров. Естественно, с дороги ее не видно. Могучие плотно сколоченные заборы закрывают ее от любопутствующего милицейского ока. И действительно не подвела оперативная информация. Делянку нашли, причем подставили ее завистливые очи наркоманов, жадно проникающие над заборами в поисках заветного растения. Хотя уральский мак, конечно, не чита к киргизскому или афганскому. Там настоящий, его солнышко много греет. Да нет, один. Дом строил, говорю. Сначала Пенталгинка, он в магазине продается. Потом начал расспрашивать, хотел с него сойти. Начал расспрашивать, что там продается. Ну, случайно узнал так, где можно достать. Начал доставать. Переработкой головок мака, сока, обработкой их всякими химовеществами получают ханкопи, сырецы, цистиллированные опи и прочие болезные наркоману вещества, которые года за три освобождают общество от его присутствия в рядах. Итак, адрес маковой плантации перевел к Суворовске, 45. Торопиться туда не надо, ибо вчера с 7 вечера до полуночи траву косили, как зайцы. Деляночка 40 метров, где-то 8 на 5 метров. Мак уродился больше метра в высоту. Головки достигли молочной спелости. Пришли в 45-й дом. Три сотрудника орджоникидзовского нона, почти весь наличный состав отдела, и в помощь им три омоновца. Хозяин сопротивления не оказывал. Кидалась на милицию только собака, мраморный дог. Хозяин, видимым образом, дога не науськивал, а собаку трудно привлечь завооруженные зубами сопротивление милицейским органам. Преодолев собачье сопротивление, вошли милицейские силы. Обнаружили аккуратные грядочки по метру. Начали траву мак уничтожать. Скосили плантацию. В качестве орудия подсобный инструмент заняли у соседей, потому что табельных кос у милиционеров нет. Мак по большей части рвали голыми руками и отделяли вершки от корешков следующим инструментом. Коса одна штука, лопата одна штука и кирка одна штука. Но в основном руками. Я для этого и колол, чтобы работать только. А работал, чтобы колол. На железной дороге. Сварщикам. С 7 до 11 вечера, когда мало того, что стемнело, еще и лунное затмение началось, выкашивали милиционеры маковую делянку. 405 килограмм свежего мака накосили. Явно не булочки. Посыпать выращивал растения Шабалин Владимир Васильевич. А в избе номер 45 нашли уже высушенную маковую траву. Еще мешочек с 19 килограмм уже сухой травки забрали. Траву свежую, сушеную, заперли в кабинете Арджиникидзовского РУВД. Запах по коридору на втором этаже. А Шабалина заперли внизу, на первом в камере. У Шабалина, кроме мраморного дога, жена и две дочки. Дом пустой, все вынес на наркотики. Ему 38 лет, 3 года на игле. Это для наркомана большой срок. К этому времени они обычно уже переселяются с Уралмаши на Эльмаш, на Северное кладбище. Шабалин сообщил, что мак посеял для себя. Хотел сыклы слезть и мак заваривать. С нетерпением ждал урожая, ибо последнее время экономил очень сильно. Заваривал всего по 30 головок. И из семьи большинство тоже на это же уходило, на меня же. Она вот надеялась, давно бы разошлись, если бы не было надежды. Она все надеялась, что мне удастся как-то слезть с иглы, как-то бросить. Поэтому и денег давала, и все остальное. Вообще же этим вот количеством изъятого мака в совокупности на Северное кладбище можно отправить половину Уралмаша. Это люди бывают разные. Наркоманы они одинаковые все. 405 килограммов маковой салоны, изъятые Орджоникидзевским дном, это для них не победа. За 4 месяца своего существования, кстати, наркоотделы милиции не вновь организовывались, а как бы выпочковывались из уголовного розыска. 4 месяца работы. Результат в Орджоникидзевском районе прикрыли большинство торговых точек, точек наркоторговли. Продавцы наркотиков открыто перестали торговать. Не так, как, к примеру, на улице Пехотинцев в Екатеринбурге, когда три продавца бегают за одним наркоманом, купимую. Или в Верхней Пышме. Зачем наркоману быть замеченным на Уралмаше? В Верхней Пышме продавцов больше и товара больше и дешевле. 5 минут езды на автобусе от Уралмаше и другой район, где наркоману благодать и раздолье. Уже 5 лет Пышма – источник оптовых поставок наркотиков в этот город. И наркоман, как рыба, ищет где проще. Да что Екатеринбург? В СИЗО-1 стало гораздо лучше. Траву можно уже купить и там. 45 тысяч стоит коробок. На волю, впрочем, дешевле 20 тысяч. Но на то оно и СИЗО. Да я толком еще ни разу до конца ломку и не испытал. Все время просто страх перед ломкой. Поэтому всегда как-то удается где-то что-то достать. Но все болезни, какие есть, все начинается, все болит. Не знаю, как это объяснить. По области численность отделов по борьбе с наркотиками одинаково – 4 человека. И в Арджиникидзовском районе Екатеринбурга на 300 тысяч жителей. И, допустим, в Талице на 20 тысяч – все те же 4 человека. А что же касается мешков, заполонивших милицейский кабинет, с ними еще будет хлопот. Это обилие сена – вещественное доказательство. Вещдуки уничтожать нельзя. Будет прокуратура недовольна. А свежее маковое сено имеет свойство быстро начинать гнить. Чтобы избежать не ени, а джиникидзовским милиционерам один выход – высушить маковую соломку. Ну, на крыше РУВД, например. И пост выставить с ружьем. Я помогал только убирать мешки. Чего его жалеть, раз уже. Все скусили. Наркоман – это уже не человек. Серьезный наркоман – тот, кто колется. Живой мертвец. Целое поколение живых мертвецов.